Поэтому я рад, что у нас есть возможность сейчас не только поговорить, но и внимательно послушать. Потому что прямо сейчас у нас на связи прекрасная гостья. Юлия Соловянчик, артистка Крымской государственной филармонии. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, рассказывайте, как проснулись в такое раннее все еще время? Сложное, если честно. С таким графиком я уже привыкла просыпаться немножко позже, наслаждаться. А вот расскажите, кстати, как у вас проходит вообще в принципе день, какой у вас сейчас распорядок и какое место в этом распорядке занимает как раз-таки репетиция? Стали вы чаще репетировать или наоборот реже? Хочу сказать, что репетирую я также на самом деле. Я много занимаюсь, как раз сейчас появилось очень много времени для того, чтобы саморазвиваться, для того, чтобы уделять время музыке, подбору репертуара, конечно же. Музыка прекрасна. Соседи, наверное, рады, потому что тоже сидят дома, слушают прекрасную музыку. Ну, расскажите, пожалуйста, хотите ли с нами поделиться немножко творчеством своим? Да, конечно. Что исполните? Я сегодня исполню песню Марка Бернеса «Журавги». Скажу честно, не терпится уже послушать. Хочу услышать, а потом продолжить разговор, если позволите. Хорошо. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен сердарних Летят и подают нам голоса Не потому так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу клея, Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может, это место для меня Настанет день из журавли на стае Я поплыву в такой же Сизенгле И из-под небес по птичьей окрикая Всех вас, кого оставил на земле Потрясающе! Если честно, даже несколько перехватило дух, потому что эта песня на меня действует особенно. Да, спасибо вам большое за такое прекрасное исполнение. Но хотелось бы еще у вас узнать, вот многие артисты сейчас, так скажем, перешли в соцсети и дают там концерты Расскажите, как вы к этому относитесь и сами, как в соцсетях, даете концерты или нет? Делитесь ли своим прекрасным голосом с подписчиками? Знаете, я отлично отношусь к этому. Я сама сейчас захожу и смотрю онлайн-концерты. Для меня это, наверное, что-то новое, потому что сейчас весь мир перешел просто на другой формат, формат онлайн, по сути. Вот, если посмотреть, как только не зайдешь в Инстаграм, любые паблики, любые известные медийные личности, они разыгрывают марафоны, онлайн-концерты, семинары, просто делают видеотрансляции. Конечно, за этим всем интересно наблюдать, и на самом деле не хватает столько времени, чтобы все это охватить. Но я, допустим, не даю онлайн-концерт, потому что я, наверное, больше занимаюсь работой. Конкретно, допустим, я дополнительно еще преподаю сейчас, и у меня время уходит на преподавание. Кстати, расскажите, пожалуйста, сейчас еще многие вдохновляются и загораются сами желанием, например, петь. Кто-то, возможно, давно об этом мечтал. Ну, с чего нужно начинать, так скажем, новичку, с чего стартовать? Вот ваши буквально пару советов. Наверное, определиться с тем, что ты хочешь петь, сходить на прослушивание, узнать свои возможности и реализовывать их по мере сложностей каких-то. Ну, то есть, да, когда мы понимаем уровень своей музыкальной подготовки, мы понимаем, с чем работать. Ну, соответственно, человек прорабатывает какие-то моменты и совершенствуется. Ну что же, спасибо за советы. Самому захотелось петь, если честно. И если позволите, настаиваю, обязательно делитесь своим прекрасным голосом в социальных сетях. Ну, а я напоминаю, что у нас была артистка Крымской государственной филармонии Юлия Соловянчик. И подарила она нам прекрасную композицию, спетую, ну просто, как говорится, от души. Спасибо. Спасибо большое. Крепкого здоровья вам желаем.